Днепр на связи. Сегодня я открою военную тайну мощи украинской армии. На русских телеканалах уже показали про специально обученных радиоактивных украинских птиц, которые четенько летят на крема и срут серной кислотой на депутатов Госдумы. Но раз раскрыли нас секретный питомник, я вам расскажу про другое наше оружие. Сине-желтые муравьи, которые за 45 секунд полностью разбирают вражеский танк и относят запчасти до двору Бабы-Вали. Кстати, сегодня одно из подразделений муравьев и тренируется на нашем полигоне. Алло, мурахи, это моя машина, стопэ! Блин, ну трошки не вспив. Ну да ладно. Еще одна из наших секретных разработок – это стая противовоздушных гусей, которых последние две недели кормили тротилом и порохом. Теперь они патрулируют воздушное пространство Украины. Ну а сегодня видео о мухе. Именно о мухе – это народное название реактивной противотанковой гранати. Сейчас мы покажем, как ей пользоваться. Которая называется РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26. Значит, вопреки тому, что они имеют схожее название с гранатометом РПГ-7, расшифровываются они не как ручный противотанковый гранатомет, а реактивная противотанковая граната одноразового использования. Значит, эти РПГ, они не конкурируют с РПГ-7, они дополняют РПГ-7 в виде того, что они позволяют всей пехоте поражать бронетехнику. Мы таких носили по две штуки каждый, когда участвовали в боевых действиях. Значит, РПГ-18 и РПГ-22, которые вы сейчас в данный момент видите, это в данный момент тубус. Это уже стрелянный. Они конструктивно немножко отличаются в худшую сторону, в отличие от РПГ-26. То есть, наиболее идеальный из них будет именно как раз РПГ-26. Почему? Потому что с ним нужно проводить меньше всего манипуляций для приведения его в боевую готовность. И в случае, если цель вы потеряли, его просто можно сложить обратно, вставить чеку обратно и использовать уже тогда, когда это понадобится. РПГ-18 и РПГ-22, если вы привели в боевую готовность, сложить его в исходное состояние не получится. Поэтому, либо в таком виде вы их транспортируете вплоть до того момента, когда будет возможность поразить цель. Ну, в данный момент он разложен, я не смогу его сложить обратно, поэтому я хотя бы вкратце объясню. В изначальном виде он выглядит следующим образом. Этот колпак, эта крышка закрывается, вот эта часть утапливается сюда и скрывает под собой прицельные приспособления. Здесь также есть задняя крышка, которая вот затвором удерживается в переднем положении. Для того, чтобы привести в боевое положение, нам необходимо выполнить следующее действие. Выдвинуть вперед переднюю часть, откроется крышка, подымется передняя, подымется мушка. Мушка рассчитана у нас на дистанцию 50, 150 и 250 метров. Значит, после этого затвор в крайнее заднее положение, выпадет задняя крышка. Поднимаем целик и видим спусковой крючок. Интуитивно его видно очень легко, он красного цвета. Значит, эти РПГ необходимо размещать следующим образом. На вот таком вот расстоянии глаз должен находиться от прицельных приспособлений. Ни в коем случае не размещаем его так, иначе реактивная струя может ударить очень сильно вас по спине. Только в таком вот положении. Значит, прицельные приспособления не надо закидывать в голову для того, чтобы прицелиться сюда. Их можно просто развернуть вот таким вот образом. Значит, на спуск нажимаем средним пальцем. Хотя это, в принципе, не так уж и важно. Средним куда проще, нежели указательным. Значит, нужно быть осторожным при выборе угла прицеливания. Если вы стреляете из какого-либо помещения, в котором будет потолок, необходимо об этом помнить. Если вы стреляете из помещения, грубо говоря, условно, какой-то квартиры, навесные пластиковые потолки, может начаться пожар в помещении, если вы выстрелите с него, из-за реактивной струи, которая вырвется из заднего сопла гранатомета. Если наоборот стреляете вверх, например, в помещение какое-то, допустим, в окно, там огневой какой-то расчет, либо просто ведет огонь из окна какого-то помещения, если стреляете, помним, что угол прицеливания должен составлять не больше, чем этот. Почему? Потому что если вы будете стрелять куда выше, вы травмируете себя реактивной струей, вырывающейся с задней части гранатомета. На спуск нажимаем вот таким вот образом. Значит, RPG-18, RPG-26, RPG-22, RPG-7 стреляют очень громко. Вопреки тому, что в кино и в различных компьютерных играх, стрелялках, почему-то выстрел с гранатомета изображается как какой-то тихий и звук такой, как более трубчатый. На самом деле, выстрел очень громкий. Второе заблуждение возникает. Есть ли отдача у этих боеприпасов и у RPG-7? Отдачи абсолютно никакой нет. Ну вот, показали, как пользоваться этой мухой. А российский солдат должен понимать, что каждое живое существо на украинской земле желает им только смерти. Мы непобедимы. Слава Украине! А Путин гондон! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok